Привет! Игромания на связи! Чтобы не отвлекался во время выпуска и не ломал глаза, ты знаешь итальянский «Да, скажи что-нибудь, пицца». Ну а теперь только игровые новости, приправленные щепоткой новостей из киноиндустрии и немножечко про книги. А именно, одна книжная классная рекомендация. Вот такое сегодня меню, и мы стартуем прямо сейчас. Морж! Морж! Ну а начнем мы сегодняшний выпуск с маленького волшебства. Итак, дамы и господа, следите за тем, как главная игра года превращается в грандиозный скандал. Из-за многочисленных технических проблем все эти выходные Cyberpunk 2077 ввалился в самый настоящий ад. Хотя разработчики признали ошибки и извинились перед игроками, поверили им далеко не все. Владельцы сайта OpenCritic обвинили студию в том, что она намеренно скрывала состояние игры на старых консолях. И повесили предупреждение, мол, не ведитесь на обзоры для ПК-версий, это совсем другая игра. А если верить метакритик, то Cyberpunk 2077 для PS4 оказался даже хуже, чем злополучная Anthem. Причем, по оценкам и журналистов, и игроков. Правда, не все винят в провале разработчиков. Некоторые решили сделать крайними старые консоли. Мол, студия потратила на оптимизацию столько времени, а эти неблагодарные железки все равно тормозят. Поклонники Halo даже начали просить Microsoft не выпускать Infinite на Xbox One, мол, «Вы посмотрите, что эта консоль сделала с киберпанком. Вы что, хотите, чтобы из Halo так же вышло?» И все же сильно переживать за CD Projekt не стоит. Киберпанк пользуется огромным успехом в Китае. В России обновился рекорд продаж мультиплатформенных игр в рознице. Ну а в Стиме одновременно находилось около 25 миллионов человек. У некоторых аналитиков есть такой лайфхак. Чтобы узнать примерные продажи в Стиме, надо число отзывов умножить на 50. У Киберпанка сейчас почти 180 тысяч оценок. А значит, показатели подбираются к 9 миллионам. И это только на одной площадке. Ну а насчет качества, старые фанаты, начавшие еще с двух первых Ведьмаков, хорошо усвоили, что для первого крупного обновления в игры CD Projekt некоторым игрокам лучше не заходить. Похоже, это правило актуально и сейчас. Ладно, к другим новостям. Издательство Capcom продолжает страдать от взлома серверов. И теперь стало ясно, почему хакеры просили аж 11 миллионов долларов. Как оказалось, они завладели всеми деталями сюжета Resident Evil 8, включая концовку. И теперь она оказалась в открытом доступе. Кроме того, хакеры заявили, что уже в январе планируется анонс игры для уже прошлого поколения консолей и выпуск техно-демки для PS5. Полноценная демо для всех платформ появится только ближе к релизу, который намечен на апрель, ну или на май. Хотя, кто знает, после такого планы могли поменяться. Ты наверняка помнишь, что компания Take-Two, владеющая Rockstar и 2K, решила за миллиард баксов приобрести Codemasters, создателей гоночных серий Dirt, Grid и виртуальной Формулы 1. Но в этой истории произошел внезапный поворот. Electronic Arts посмотрела в будущее и ужаснулась. Take-Two со своими деньгами и студиями Codemasters вполне могла бы стать королем гоночного жанра. Поэтому EA предложила за компанию миллиард двести. И сделку планируют завершить в начале следующего года. Может быть, противостояние Take-Two и электроников принесет новые сюрпризы. Так что, в любом случае, ждем развития истории. Инсайдеры уверяли, что во время онлайн-шоу The Game Awards нам покажут Alden Ring. И где спрашивается игра? Нам что, нагло врали? Оказывается, ситуация несколько сложнее. По словам авторитетного журналиста и инсайдера Джеффа Граба, редактора VentureBeat, Elden Ring действительно почти готова. Разработчики вполне могли показать ее на прошедшем шоу, но почему-то не захотели. И все же новости, в любом случае, должны скоро появиться. Пусть не в ближайшие недели, но в ближайшие месяц-два точно. Ну, учитывая, что разработчики молчали все полтора года с момента анонса, пара месяцев-то точно ничего не изменит. Ну, а теперь новость кино. Netflix готовит сюрпризы фанатам сериала «Ведьмак». С 16 по 21 декабря зрителям будут ежедневно предлагать некие подарки. С помощью голосования презент можно будет или принять, или отказаться, воспользовавшись правом неожиданности. Тогда подарок заменят на другой, который может оказаться вообще чем угодно. Тем временем стали известны даты премьер новых фильмов по играм. Если верить сайту студии Constantine Film, экранизация Resident Evil выйдет 9 сентября 2021 года. Ну или же это просто ошибка? Фильм-то еще снимают. А новая «Смертельная битва» точно выйдет 16 апреля, как в кинотеатрах, так и в цифровом сервисе HBO Max. И еще немножко новостей об играх. Вин Дизель, который засветился в трейлере «Арк 2», оказался не просто приглашенным актером. Он продюсер проекта и большой фанат первой части. Но играл в нее более тысячи часов. После всех нелегальных трансляций по киберпанку до релиза игры, в США предложили приравнять незаконный стриминг к пиратству с наказанием до 250 тысяч долларов штрафа или даже лишением свободы. Fortnite на ПК добавили режим производительности для тех, кто играет на ноутбуках, калькуляторах, печатных машинках или в вареной картошке. Обещают, что прирост может достигать до 40 FPS. Ну а журналисты получили еще одно подтверждение тотального превосходства PS5 над Xbox. AMD заказала на фабриках 120 тысяч пластин с чипами для консолей. Из них 80 тысяч для пятой PlayStation и ровно в два раза меньше для Xbox. Ну и как всегда, за выходные на сайте игромании успела накопиться целая гора разных материалов, в том числе обзоры Immortals Fenyx Rising, World of Warcraft Shadowlands, а также Souls-like, Chronos Before the Ashes. Плюс вышел материал о том, во что поиграть в ожидании патчей для киберпанка. Читай. Все, с новостями игр и кино на сегодня закончили. Остались книги. Благо сегодня вторник. И продолжаем разбирать все самые лучшие книги 2020 года. Сегодня моей рекомендацией снова станет детектив, который называется Провал. Свеженький, выпущен буквально осенью. Тепленький еще совсем. Итак, представь. Центр Стокгольма. Полиция ищет серийного убийцу, все жертвы которого это интернет-знаменитости, ставшие популярными буквально на пустом месте. К спине каждой из жертв был прикреплен тест с листами из школьной программы. Ни одна из жертв не смогла ответить на простейшие вопросы, за что и поплатилась жизнью. Вот такой детектив с ноткой реализма. Итак, еще раз. Провал. Авторы Ханс Русенфельд и Микаэль Юрт. Кстати, Русенфельд это еще и сценарист сериала «Мост». Если смотрел, то знаешь, о чем я говорю, и захочешь прочитать Провал. Все. Теперь напиши, пожалуйста, в комментариях книгу, которая стала для тебя открытием за последнее время, всем будет полезна. И увидимся уже завтра. Береги себя и свою психику. И пока.